Меня обманули, мы еб***ь. Короче, минус 2 косаря, заблокированный аккаунт. Ах, ***, это конечно. Короче, я себя чувствую таким лохом, блин, просто. ПРО ТРАК Смотри, ребята, вот это прямо оригинальная дорога 66. Это их историческая дорога, которая соединяла Лос-Анджелес и Чикаго, по-моему. То есть понятно, что потом они сделали Сороковку, Интерстейт большой, но вот изначально она вот, вот такая дорога. Мы сейчас едем прямо по ней. Пустыня, жара, все как мы любим. Друзья, хотели бы здесь жить? Вот, Калифорния. Калифорния бывает разная. Как вы, сравните с Лос-Вегасом, да, и там нормальным климатом, и вот, и вот. А ну, там, смотрите, какой-то дом. Это, видимо, президент этой деревни как бы здесь живет, судя по всему. Там прям дом такой важный, серьезный. Интересно, чем они здесь занимаются, вот. Представляете, вот здесь жить? Вот вы с утра просыпаетесь, да, и что, блядь? О, между прочим, сегодня к нам в город лед привезут. Ты пойдешь смотреть? О, да, давай сходим. Ага. Это же такое редкое зрелище. Столько льда в одном месте. Да, наверное, так интересно. Капец какой. Не, не хотел бы, ребят, сори. При всем уважении, вот дорога 66. Блин, я хочу фоткать теперь такую дорогу 66. Капец, это мы уже по Калифорнии едем. Какой-то, блин, Килбакер Роуд. Здесь такое, ребята, я вам скажу. Я в таких местах еще не был, но это очень прикольно. В таких местах побывать, поездить. Дорога закрыта. О, Роуд 66 опять. А, мы опять по 66 дороге едем. По старой. А, прикольно. Это какая-то чушь, ребята. Смотрите, сколько траков стоит. Все грузятся. Ну, это на самом деле реально бред. Смотрите, сколько людей. Для того, чтобы зачетиниться. Это вообще что? Вы вообще охренели, блин, уже. Это жесть. Я вчера приехал, все вот эти траки стояли. Интересно. У меня есть подозрение, что сегодня мы уже не загрузимся, честно. Короче, чувак, он бедный военный стоит. Капец, жарко тут всех регулировать. Короче, он сказал, что за мной более 70 траков стоит. Я стою здесь уже почти 5 часов в очереди. Просто в очереди стою. 5 часов 31 минута, ребята. Какая очень лютая хрень. Следующие меня загоняют. Они загоняют туда по несколько траков, грузят, и траки выезжают. Ребята, там жара 120 по тренгейту. Чуваки работают просто на улице. Я парню дал две бутылки воды, потому что он бедный. Сейчас я уже вовнутрь заехал. Здесь хотя бы у людей вода есть. А там на дороге стоял бедняга вообще. Без воды, без ничего. Я вышел буквально вот к коностогу. Даже не открыл ее. Просто подготовил к тому, чтобы ее уже спокойно открыть. Ну, капец, я просто уже все, уже во рту сухо. Они при этом бегают, туда-сюда работают и еще при этом улыбаются. Еще все такие фаник. Там реально вот дышать тяжело. Ну, горячо. Ну, не горячо, а тепло. Прямо ты дышишь и ты прям чувствуешь вот такой неприятно теплый воздух в дыхательной системе. Капец, блин. Так, друзья. Что, считаем сколько траков там? Капец, да? Раз, два, три, четыре, пять. Синяя Каскедия. Эту Вольво тоже посчитал 19. Окей, 20. Капец, вообще просто. Много лонстара. Тридцать один, тридцать два трака здесь и еще там стоят. Капец. Двенадцать траков еще там стоят. Офигеть. Офигеть, да? Это ребята здесь как бы до ночи. Жарко. Вот сейчас на году сто пятнадцать. Ну, когда стоял было сто двадцать три, по-моему, что такое. Такой себе на солнце находиться. Ну, что скажите, хотели бы служить в таком месте? Не знаю, я вот не очень, если честно, между нами. Кстати, подошли, некоторые ребята спросили, откуда я беру из России. Все абсолютно нормально общаются. Абсолютно адекватно. Спросили, как, че вообще там, как дела там. Ну, такое вот, ну, блин, тут вообще ни слова про ситуацию нынешнюю. Не вообще. И никакой вот каких-то подозрительных взглядов. Я вот всем спокойно совершенно, ну, все спрашивают, ты откуда? Ну, по акценту слышно, я говорю, я из России. Все вообще, вот ни один человек ничего вот как-то вот даже криво не посмотрел. Серьезно говорю. Такие дела. Так вот, а прикол еще в чем? То, что здесь зима, причем зима такая со снегом, блин. И вообще получается какое-то место дурацкое. У тебя зима есть, а лето нет. Ну, потому что это нельзя назвать летом. Это можно назвать адом, но не летом. А что здесь? Пицца, Subway, трек-драйверы пошел. Ну, куда еще трек-драйверы могут идти? Либо пицца, либо Subway. Я бы, честно говоря, кофе бы бахнул. У меня кофе закончилось. Честно говоря, так кофейко охота, блин. Что вообще? Что-то это, знаете, вот я вроде так не сказать, что прям много работал физически. Ну, да, открыл-ка на стогу, накинул 10 стреп глобально, закрыл-ка на стогу. Не, окей, ладно, тут чуть-чуть попотел, но на такой жаре и так долго ждать. И, видимо, от этого что-то какая-то усталость лютая. Golf Coast CDL Training предлагает двухнедельные курсы подготовки водителей CDL в Венис, Флорида. Класса не более 5 человек на инструктора. И LDT-курс можно пройти и сдать тесты из дома. Если вы не проживаете во Флориде, не нужно становиться ее резидентом. Принимаем пермиты из других штатов. Стоимость обучения 3500 долларов. Тест включен в стоимость. Помощь в трудоустройстве инструктор имеет 20-летний опыт в траковой индустрии и тренировке трак-драйверов. У нас вы получите все, что вам нужно для успешного старта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, приехал я на военную базу. Куда-то меня развернули, и чувака тоже развернули. Говорят, едь за ним. Типа, он тебе скажет куда. Типа, он знает. Да, с военными базами всегда есть такой вопрос, потому что у них очень много въездов. Ну, военные базы огромные, как правило. Здесь кэмп. Здесь даже не военная база, а здесь больше... Они тут живут. Тут такое, как бы, хранится всякий стафф, всякие грузовики какие-то. То есть ничего такого серьезного, я так понимаю, на этой военной базе не хранится. Вот. Потому что они особо так и не спрашивают ничего. То есть такой больше как склад до казармы, условно. Ну, вот. Куда-то еду за чуваком. Я так понял, ему объяснили. Ну, поехали посмотрим. Ой-ой-ой, тут капец очередина из траков. Просто. У-у-у-у, да. Хе-хе-хе. Тут лютая тема, ребята. Ну, пофиг, да. Так, друзья. Что-то жутко. Короче, какая обстановка. На военной базе я разгрузился. Нифига грузов нету толком. На Флориду вообще ничего нету. Просто мертвую. Был один груз. А платили... Ну, по грузу, понятно, не очень. Рейд Пермайл. Ну, тоже такой. Ну, блин, почти 4 часа ехать до него было в обратную сторону. Опять подниматься. А вчера прям мертво было вообще. Вот. Ну, как бы, блин, я забил пол, честно. Я уже... Три недели в дороге уже, честно говоря, такое. Уже... Хочется просто поехать домой. Просто поехать домой. Поэтому... К сожалению, такое тоже бывает. И на Флориду... Я часто слышу от людей, как они хорошо всегда ездят на Флориду. Ну, я почему-то очень редко хорошо езжу на Флориду. В основном... У меня были груза офигенные на Флориду. Но это реально редко в основном. В основном, что на Флориду говно груза, что с Флориду полное говно груза. Вот. В основном так. Это... У меня такой опыт с этим делом. Вот. У кого-то, может, по-другому. Знаю, да. Иногда выстреливают очень хорошие грузы во Флориду. Очень. Потому что, казалось бы, обычно в Флориде ничего нету. Вот. И, как бы... Туда, вроде как, обычно платят. Но там сейчас столько людей живет. Столько дальнобойщиков. Ну, вот честно. Поэтому, я думаю, что туда тоже спрос большой на Флориду поехать. Поэтому, я думаю, туда грузы упали. Но иногда встречаются. Но... Не в моем случае. Я второй раз подряд еду во Флориду пустой из... Там, Южной-Северной Каролины. Второй раз подряд. И второй раз подряд. Два дня. И ничего нету на Флориду. Были груза. Я звонил. Но это какие-то вот... Странные. Которые их постят. Да. Они появляются у меня в уведомлениях. Да. Но ты звонишь. И они говорят, кавер. То есть, какая-то создают какую-то вот... Непонятную движуху. Зачем? Ну... Хрен с ними, как бы. Такие дела. Ну, вот. Поэтому... Просто еду домой. Пустой. Ехать не пять часов. Топливо стоит капец. Просто капец, блин. У нас подорожало. 4,76. Это на... Ну, на заправке. За кэш. Ну, и кэш и кредит сейчас одинаковая цена. Цена безумная какая-то. Вот. Это последние две недели так взлетело. Взлетело на... Почти на доллар подорожало загалон. Ну, как бы, извините меня. А цены копеечные. Вот. Поэтому... Хорошо, что у меня не классик. Потому что классики жрут, а у меня хотя бы тракт не... У меня нет такого расхода топлива. Поэтому я сейчас аккуратненько 65 миль в час поставлю на круизе и поеду. И буду дома не через 5 часов, а пускай через 6 часов. Пофигу. Такие пироги. Короче, год какой-то... Для меня примерно год уже творится вот такой кошмар какой-то в плане грузов, в плане кризиса. До этого такого не было. Вот. До этого такого не было. Какая-то просто жесть. Вот. Я помню, год назад вот рынок обвалил. Ну, в августе. Считайте, месяц назад уже. Рынок обвалился на степдек... Ну, на опендеках. На степдеках. На платформах. Не важно. И вот все. С тех пор. Какое-то лютое очко просто. Не знаю, что происходит. Я же говорю, ездили зимой, думали, что плохо. Нет. Зимой было очень даже неплохо, на самом деле. Очень даже неплохо было зимой. Сейчас плохо. Но нужное. Нужное. Вот. Поэтому такие, друзья, дела. Что вам еще рассказать? Не знаю. Честно, я не знаю, что еще рассказать. Все. Мысли на этом закончились. Ничего интересного не происходит. Ничего такого важного. Трак ломается. Деньги живет я в минусе опять. Причем все по мелочи. Все по чуть-чуть. Все по чуть-чуть. Здесь чуть-чуть. Там чуть-чуть. Там немножко. Вот. Итого там сумма. А сейчас же все дорого. Вот. Итого сумма там. У меня за последний месяц там 7000 долларов на ремонт я отдал. 7000 долларов. И все по чуть-чуть. Флорида. Велкам ю Флорида. Велкам ю Флорида. Велкам ю Флорида. Все. Мы во Флориде. Сейчас агроконтроль. Нас всегда на него загоняют. Неважно пустой, не пустой. У нас припас. Landstar там отсвечивается. Поэтому неважно с каким грузом я еду. Или я без груза еду. Я обязан туда заехать. Вот. Написано. Тракс трейлер. Рентал трак трейлер. Коммершал. Карго Уэнс. Короче. Слышите. Пи 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 пи. Вот такой резкий звук. Это значит. Мне надо заедать. Заедем. Ничего там такого не будет. Просто спросит они что-нибудь. И все. А. Короче. Наушники. Я купил себе наушники. Они полностью коннектятся с айфонов. Вместо AirPods Pro. Короче. Вот такие вот. Я вам скажу просто. Это мой новый топ. Ну вот. И вот эти наушники. Ну я не знаю. Может их разыграть среди вас. Хотите? Я им почти не пользовался. Кстати. Надо подумать. Ничего не спросили. Такое тоже бывает. Смотрите. А это. Вейт стейшн. Флоридский. На девяносто пятки. Въезжаем во Флориду. Вот он обычно показывает байпас нам. То есть. У нас агроконтроль. Все. Всегда загоняет. А вот вейт стейшн. Ну в зависимости от того. Как наша компания поездила месяц назад. Они нас бывают. О. Все. Байпас. То есть. Все. Нас просто пропускают. Слышите звук другой. И зеленая лампочка там моргает. Тоже это. В случае чего. Хорошо что моргает. Потому что если вдруг. Вдруг. У меня бывали такие случаи. Когда припас показывает. Едь. Байпас. А знак загорается. Загоняй. Я честно еду. Дальше. Вот. На этот случай. Я всегда могу сказать. Что припас не показал. Зеленый. Ну а знака я. Я не понял. Что там не по-русски написано. Что-то. Знаете. И вот мы. Вейт стейшн проезжаем. Абсолютно легально. Очень крутая штука. В то же время. Да. Если она вам показывает. Заезжать. То вы должны заехать. Что я смотрю. Еще в последнее время. Траков с такими спальниками. Развелось. Прям очень много. Их постоянно стал встречать. Вот. С этими огромными. Прям. Вообще. Постоянно просто встречаю. Друзья. Вот. Я дома. Меня обманули. Наеб... Вот. Как хотите. Называйте. Короче. Вчера. Какая ситуация произошла. Я звонил из Банков Америка. Друзья. Начинают втирать какую-то дичь. Там про. Атаку. Ну мой. Этот самый. Ну то есть. Стандартная схема. Мошенническая. Да. Начинают на. Втирать мне дичь. Про атаку. На мой аккаунт. И так далее. Я понимаю что это не то. Бросаю трубку. Смотрю номер. Пробиваю этот номер. Звоню по нему. Это реально. Я все попадаю в Банков Америка. То есть. Я пробиваю этот номер. Он есть на сайте. Банков Америка. Я такой. Окей блин. Типа. Просто сбросил все. Мне перезванивают. С Банков Америка. Я не беру трубку. Я пробиваю другой номер. Который. Это реально. Кастомер сервис Банков Америка. Я звоню на него. Все. Со мной человек говорит. Робот. Прямо прям. Банков Америка. Ну то есть. Ну кстати. Мне два раза звонят. Два раза с Банков Америка. И еще говорят. Типа. У вас там. Google. Амазон. Короче. Говорят. Говорят. Ваши. Не ваши. А там реально. Какая-то с Амазона. Транзакция. Которая у меня не было. У меня ее не было. А ее вполне возможно сделали. Вот. Я вижу транзакцию. Которую я не делал. Да. И. Мне звонят по транзакции. По этой. И еще. Говорят. У вас была попытка. Там. На какую-то сумму. Типа. Там. Тысячу с чем-то долларов. Типа. Авиабилеты купить. Говорят. Типа. Вот. То есть. У меня больше. Бизнес аккаунта. На данный момент. Просто нет. Вырублен полностью. В принципе. Если так они оставят. Тоже неплохо. У меня долг. Там. По кредитке. Больше. У меня украли. Вот. Так что. Представьте. Да. Я вижу транзакцию. Амазона. Мне два раза звонят с банка. Я перезваниваю. Попадаю в банк. В банк. Вот. Ну. Я не пытаюсь дозвониться. Потому что роботам. Ну. Там. Геморройно. Короче. Звонить в Банков Америка. Это. Ну. Вообще. В любой банк. В США. Это такое дело. Знаете. Короче. Суть в чем. Я на счету. Минус 2000 долларов. Примерно. А. Еще какая странная тема. Короче. Мне сначала заходят деньги. Там вот идет вот этот разговор. Мне заходят деньги. То есть. У меня увеличивается на счету. Вот. А потом уменьшается. Вот. Все. Нафиг. Вот. Они говорят про диктуй код там какой-то. Нам надо. Ну. Индифицировать твой номер телефона. Да. Там написано. Слушайтесь. Там написано в смс. Что мы этого не спрашиваем. Ну. Это bullshit. Потому что когда я потом с Банков Америка уже. Уже с нормальными security общался. Они. Они тоже самое просили. Они присылали мне код. Чтобы. Индифицировать. Что это я. Вот. То есть. Они пишут. Что мы не спрашиваем. Хотя они реально это спрашивают. Вот. По факту. Прямо они это спрашивают. И все спрашивали. Я потом в течение часов четырех вчера общался с банками. Вот. И это все спрашивают. Абсолютно все. Вот. Так что. Ммм. Ммм. Вот видите. Красные. Это пропущенные. Это потому что я их не брал. То есть. Вот. Сначала мне позвонили. Я поговорил. Вот. Бросил трубку. Мне два раза с него звонили. Я пробиваю. Это Банков Америка. Видите. Мне звонят. Красным выделено. Банков Америка. Прямо написано. Банков Америка. Видите. Я потом вот этот. Видите номер. Да. Я вот и перезваниваю по нему. Ну. Как то так. Короче. Блин. Ситуация не очень приятная. Когда тебя обманывают на бабки. Блин. Вот. Это. Как бы. Круто. Ребят молодцы. Что. Работают хорошо. Тут. Не поспорить. Но у меня теперь другая проблема. Потому что. На мой бизнес аккаунт было заведено все. Там. Оплата за машины. Landstar присылает мне деньги. На мой бизнес аккаунт. Которого теперь нету. Вот. Я естественно сегодня с утра связался с Landstar. И. Я говорю. Ну. Поменяйте мне аккаунт. Они все. Пошли на встречу. Ланстар красавтинс. Они говорят. Да. Да. Я им объяснил ситуацию. Они говорят. Окей. Но 10 бизнес дней. То есть. Говорит. Через 10 бизнес дней. А по факту. Это 2 недели. Через 2 недели. У меня только заработает мой новый аккаунт. То есть. 2 недели. Я не могу снимать деньги с Landstar. То есть. Я на 2 недели без денег. Как вам такой расклад? Мой. Бизнес аккаунт заблокирован. Полностью. Вообще. Его нету. Я теперь его даже в приложении. Его просто не высвечивается. У меня только ему личный аккаунт остался. На личном аккаунте у меня 0 денег. И деньги с Landstar я могу перевести на мой личный аккаунт. Только. Только через 2 недели. А мне завтра платить за дом. Точнее сегодня. Аааа. Блин. Это конечно. Блин. Короче. Я себя чувствую таким лохом. Блин. Просто. Вот. При этом я ехал. Ну ехал. Я не мог просто сесть спокойно. Да. Потому что я там ехал по пробке. По термпайку в Майами еду. То есть. Я все делаю еще на ходу. Короче. Ребята. Не ведитесь. Если вам будут звонить по любой херне. Скажите да. Окей. Скажите мне ваше имя. Я перезвоню вам сейчас в банк. Я вам сейчас перезвоню через банк. Все. Я думаю только так надо. Потому что ну. Если уже мошенничество дошло до того. Что. Они говорят вам ваши транзакции. Я уж не знаю что там еще мне сейчас ожидать. То есть. Угу. Блин. Опять короче. Я все равно чувствовал что-то не то. Я все равно чувствовал не то. Но поверил. Ну потому что едешь ты знаешь сюда. Блядь. Еще при этом какие-то параллельные звонки. Лысый позвонил. Как обычно параллельно. Лысый. Так вообще. Ты лысый хер для себя взять. Вот. Аэродинамический зато. Зато он плавает наверное быстро. Да у него. Когда башкой вперед плывет. У него сопротивление нету. Вот. А у меня есть. Короче. Ватлана. Шутки шутками. Короче. Минус 2 косаря. Заблокированный аккаунт. Аээ. Вообще хер на что делать короче на самом деле. Потому что у меня ну. Как бабок то нету. Это капец. Все. Сижу работаю. Делами занимаюсь тут. Пытаюсь понять как и что мне делать дальше. что-то мне к это год черная полоса целый год у меня черная полоса ребят а супа последний полгода вообще какая-то жопа блять началась просто только на 100 груза бьют тут трак поломается блин какие-то бабки большие то одно то второе что-то где-то дорогу перешел кому-то все пока